Добрый день! Ну, во-первых, хотелось похвастаться. У нашего канала, у нашей бригады появился талисман. Его подарили наши клиенты и уже за последние 10 лет, ну, можно сказать, друзья. Талисман зовут Каркуша. Ну, во-первых, мы помимо талисмана хотим поблагодарить за то, что нам дали возможность снять на этом участке. Нам сказать, что 99% растений – это именно куплено у нас, в нашем садовом центре. А сегодняшняя тема разговора будет посвящена ржавчине. Я думаю, что очень многие сталкивались с этим, и это будет интересно. Если благодаря нашему климату мы немного спасены от предоносных предителей, то для грибных заболеваний у нас созданы почти все условия. Пожалуй, это основные наши враги. Ситуация усугубляется еще тем, что от грибных заболеваний у нас не так много фунгицидов в свободной продаже. Наиболее часто встречаемые заболевания у растений вызваны ржавчинами грибами. Эти грибы поражают достаточно большую группу растений – луговые, пылевые травы, злаки, лесные деревья. В последнее время мы все чаще и чаще слышим страшное слово «ржавчина». На эту тему появилось очень много страшилок, как в печатных изданиях, так и на интернет-просторах. Почти любое пожелтение или побурение хвои у хвойных связывают с ржавчиной. Что это такое, насколько это опасное заболевание? Давайте сегодня разберемся. Ржавчина на растениях вызывает грибы порядка уриндалек. Или попросту ржавчинные грибы. Класс этих грибов достаточно обширен и насчитывает более 8000 видов. Почти всем ржавчинным грибкам присуща узкая специализация и крайне сложный жизненный цикл. У многих грибов он насчитывает до пяти стадий. Типичные ржавчинные грибы – разнохозяин. Это означает, что какую-то стадию гриб проводят на растение одного вида, а остальные стадии – на растение другого вида. То растение, на котором гриб находится дольше, считается основным хозяином. Другое – промежуточным. Ярким примером может служить грибок, вызывающий ржавчины рак сосны, вейматовый. Сосна является основным хозяином, а вот смородина – промежуточным. Или ель выступает в роли хозяина, а вот промежуточным звеном могут быть представители колокольчиковых, лютиковых, сложноцветных и многих других. Есть гриб, поражающий сосны, но промежуточным хозяином является такое милое растение, как прострел. Список этот можно продолжать до бесконечности. Если хозяев разнести как можно дальше, то такой грибок через год, ну максимум через два погибнет. Вот только как это и сделать? Мы можем у себя на участке отказаться от смородины или от вейматовой сосны, а соседи. А что делать с такими промежуточными хозяевами, как ветреница или можжевельник обыкновенный? Вырабить и выкорчевать все вокруг? Нет. Идем дальше. Есть одно хозяинное ржавчинное грибки, не нуждающиеся в промежуточных хозяевах. К примеру, грибы, вызывающие ржавчину у малины, рот, мяты, лука, чеснока и даже клевера. К чему я это все? К тому, что не получится просто отказаться от какого-то вида растений, которые подвержены ржавчинным грибам. И не получится сделать карантинную зону между основным растением и хозяином промежуточным. В первом случае нам придется отказаться не только от веймутовой сосны, но и от можжевельников, ели, ив, яблонь, рябин и многих других представителей флоры, подходящей нашему климату. А их не так много. Второй вариант. Мог бы быть притворен жизнь, если бы мы имели хотя бы по гектару. Тогда можно было разнести растения на достаточно большое расстояние. Но нужно просто принять тот факт, что основным нашим противником садоводства являются грибные заболевания. И, исходя из этого, выстраивать свою тактику защиты растений. Мы все время будем или бороться, или защищать растения от грибных заболеваний. Просто врагам нужно знать лицо и знать, как предупредить удар. Рассмотрим основные симптомы ржавчины растений. Болезнь протекает только на живых, наземных частях растения. Листве, хвое или побегах. Мертвые растения не интересуют ржавчину. Мертвечиной этот патоген не питается. Только содержимым живых вето. Общий признак на листьях и хвоех хорошо виден. На пораженных органах формируются бугорки, пузырьки разной величины формы окраски. Бурые, красно-коричневые, оранжи-желтые и прочие. Но вот здесь мы видим оранжи-желтые грибовки. Когда оболочка растрескивается, то высыпается мелкий порошок. Он состоит из спор грибка-возбудителя и напоминает обычную ржавчину. На ветвях и стволах образуется утолщение, которое постепенно разрастается, покрывается трещинами и превращается в раны. Весной в местах поражения образуются хорошо заметные желто-оранжевые пузырьки, заполненные спорами. Как распространяется это заболевание? При непосредственном контакте с зараженными растениями. Возбудитель сохраняется в почве с растительными остатками и проникает даже через небольшие повреждения на корнях, ветвях, листьях, хвоех. Болезнь приводит к ослаблению и снижению декоративности у растений. Если речь идет о плодовых, то снижению урожая. Заболевшие растения практически прекращают образовывать природу. Если не предпринять меры, то постепенно растение погибнет. Причиной гибели становится бесповоротное нарушение водного баланса и обмена веществ в целом, из-за чего минимизируется интенсивность и продуктивность фотосинтеза. Ну, первое – это профилактика. Никогда не пренебрегайте элементарными профилактическими приемами. Первое. Многие патогены зимуют в почве, поэтому убирайте опавшую листву и хвою. Не оставляйте скошенную траву, если вы используете ее в качестве мульчи на зиму. Второе. Займитесь улучшением и оздоровлением почвы. Всевозможные биопрепараты вам в помощь. Третье. Для предотвращения заболевания от начала до конца вегетации у вас должно быть минимум три обработки – весной, летом и осенью. Ну и последнее. И самое простое. Это санитарная обрезка, о которой постоянно все забываются. Если все-таки растение у вас заболело, удалите пораженные органы. Второе. На какое-то время откажитесь от азотистых и органических удобрений. Третье. Обработайте растение системным фунгицидом. В мелких розничных посолках можно купить акробат, роваль, тату, аллеринбе. В больших тарах, больше подходящих профессионалам, как правило, фальхон, альтосупер, вектор, имплант, курзат, ну и много еще что другое. Четвертое. Нужно помнить, что растение ослаблено болезнью. И в этот момент оно крайне уязвимо для вредоносных насекомых. Ну и пятое. Все меры, о которых мы говорили выше, когда говорили о профилактике. На этом мы с Каркушей с вами прощаемся. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся.